Нормально! Наконец-то! Аллилуйя! Это уже, по сути дела, смарт-часы! То есть вы можете, едя за рулем, либо где-то у вас в другом месте лежит смартфон, с них ответить. Как это выглядит? Давай-ка мне позвони прямо сейчас, и мы просто посмотрим, послушаем, как оно звучит. Наверняка каждый на Ютубе уже видел вот эти смарт-часики, либо это фитнес-часы. Я больше склоняюсь, что это фитнес-часы. И это Amazfit GTS. Хорошие, недорогие, качественные часы в офигенном форм-факторе с амолед-дисплеем, все педали. Эти часы я таскал достаточно долго, то есть я их уже и затёр сам браслетик, и они у меня уже такие себе. Собственно, уже уст подуставшие малость, но, как вы видите, экран у них до сих пор в идеальном состоянии, и они пашут, и пашут, работают и работают. Но сегодня я вас собрал здесь для чего? Для того, чтобы показать новые смарт-часы от компании Amazfit. Это Amazfit GTS 2. И это очень интересные смарт-часы, потому что здесь уже ребята проделали офигенную работу. По крайней мере, по всем заявленным фишкам, эти часы просто убийцы предыдущих. И здесь настолько напичканы они всякими интересными штуками, что они просто заслуживают внимания каждого из тех, кто любит Xiaomi-шные, либо Amazfit, ну то есть Huami, вот этого бренда, да, смарт-часики. Давай смотреть, что здесь такое есть. Упакованы они, как всегда, в офигенную коробочку. То есть и предыдущие были классные. Вообще у Xiaomi всё классно упаковывается. Amazfit GTS, значит, смарт-часы, AMOLED-дисплей, как и в предыдущих есть. Есть, опять-таки, кислород в крови, датчик, да, есть различные виды нагрузки физических, есть, значит, долгая работа батареи, как и в предыдущих было, отслеживание сна и Music Storage for Playback. Это что значит? Да это значит, что здесь есть определённое количество памяти для загрузки туда музыки, чтоб потом подключать наушники и служить. Это круто! Так, коробки-коробки, бамс! Вот так вот они выглядят. Так, здесь у нас всё собрано по кускам, значит, здесь у нас, скорее всего, ого, да, вот такой вот офигенный талмуд. То есть здесь у нас на всех языках, и русский здесь в том числе есть, вот, пожалуйста, руководство пользования изделием на 200-ой странице. И здесь у нас ниже должна была быть зарядка, или зарядка здесь у нас? Да! Здесь вот у нас зарядочка, скорее всего, будет точно такая же по клипсе, значит, у нас такой вот есть язычок и по нему вот так, раз, должно было сработать, но нет. Ну, в общем, ты понял, да? Короче, ладно, разрываем. Да, здесь точно такая же контактная, блин, база, как и в предыдущих. Мне очень понравилась, кстати, вот есть кругленькая такая. Но здесь, собственно, вот так вот сделано. Ладно. И, собственно говоря, сами смарт-часы. Ну а там, собственно, весь комплект. Всё это дело мы давайте с вами снимем. И, собственно говоря, вот так вот они выглядят. Ну вот посмотрите, как они, в отличие от предыдущих, выглядят. Здесь прям классно, стильненько вот такой вот свод идёт к кнопочке. Сама кнопка несколько другая, она чуть побольше. Матовый материал такой. Ремешок, походу, точно такой же. То есть он мне нравится. У меня никогда не было проблем с этим ремешком. То есть никаких аллергических там воздействий на кожу не было. Так, отклеиваем эту шляпу. По датчикам вы видите, что здесь изменилось. Во-первых, глянцевый пластик стал с этой стороны. Был на прошлый у нас матовый. Здесь датчик у нас пульса есть. И также измеритель кислорода в крови. Магнитная, значит, площадка. И, собственно говоря, выглядят они достаточно симпатично. После холода все педали, сейчас они... Ну давайте включать их. Бэмс! Amazfit. Заметьте то, что и на этих, и на этих не видно, значит, того, что у нас имеются рамки. То есть здесь действительно AMOLED-дисплей и выглядит так классно. То есть практически безрамочный экран. Это суперски. То есть мне вот эти часы больше нравятся, чем GTR-ки. Так, клавиша у нас не прокручивается, она просто клавиша. То есть вертеть не получится. Окей, выбираем русский язык. Так, скачать приложение. Ну чё, а как обычно это всё коннектится через приложение ZEP. Подносим, QR-код считаем, либо там выбираем, значит, наши смарт-часы. Да? То есть заходим в ZEP. Вот так вот у нас скачать приложение и считать код. Всё, поднесите, бамс, сопряжение, окей, всё. Ну как это, в принципе, и с другими смарт-часами было. Всё, сейчас всё это дело обновляется. Получаем мы последнюю прошивку, если она будет. И, собственно, я уже пока пошившись сейчас с этим делом. Уже вернусь к вам буквально через секунду и расскажу, чё я здесь нарыл нового. Есть, 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 всё, бля, прям офигенно, а! Ребята, я щас поковырял эти смарт-часы и это! Это не просто смарт-часы! Это пушечка! Это не фитнес уже часы! Это реально, сука, смарт-часы! Щас вам всё покажу! Это просто на голову выше тех GTS'ок, которые были. Это мастхэв, серьёзно! Щас потихонечку всё буду вам рассказывать. Итак, относительно экрана. Он здесь реально классный. Помимо того, что здесь есть вот такой, значит, Watch Face, вы можете опять-таки Watch Face'ы настраивать. То есть смотрите, нажимая на карандашик, и вы можете спокойно настроить, что у вас где будет находиться. То есть шаги можно, ЧСС, ну, не ЧСВ, нет. Частота сердечного сокращения, батарейка, то есть калории, всё что угодно. ПАИ, дыхание и тому подобное. То есть вы выставлять можете спокойно всё, что вам нужно. Это, то есть имеется в виду кастомизация самих вот этих Watch Face'ов. Далее. Также вы можете ещё и Watch Face'ы скачать любые. Тут уже есть предустановленные. Вот, кстати, был прикольный, да? Это любителям Apple'а, да? То есть вот эти вот кольца, все педали, да? Окей. Ну то есть можно опять-таки скачать в приложении, но там их достаточное количество. Сейчас покажу. Ну вот, к примеру, тут есть разные уже кастомники всякие. Люди, видимо, накидывают. И здесь прям огромное количество. То есть кликнул, бах, туда загрузил. То есть любой Watch Face. Вот такие мне прикольные нравятся. Где много всякой информации. Прям красиво смотрятся. У меня на бипах такие были. В общем можно спокойно сюда установить Watch Face'ов здесь вот так. Автономность у этих смарт-часов 7-8 дней. Это если вы не будете их сильно так задрачивать. Имеется в виду, что там значит кислород, там все дела. Пульс, там Always On Display. Если всё это будет каждый раз на мониторинге стоять, это-3-4 дня. Вот так вот они будут работать. На 25% ещё срежется, если вы будете Always On Display использовать. Но! Вы можете его ставить на расписание. То есть у вас будут постоянно они показывать часы. Не только когда вы их приподнимаете. Они постоянно будут на экране. Потому что здесь стоит AMOLED. И! Вы можете спокойно поставить их на расписание. То есть когда вы ночью спите, вам же не нужно смотреть время, правильно? Правильно! Вы можете вот то время, которое у вас походит на сон. Допустим там с 11 до 8 или до 7. Просто он в холостую не будет работать. Тем самым вы сокращаете время. Точнее наоборот. Увеличивайте время работы этих самых смарт-часов. Сокращая время работы Always On Display. А вот эта фишка! Офигенная! И вы её зацените! Здесь есть приём и ответ на звонки! То есть здесь можно было только сбрасывать. Здесь появился у нас вот такой вот, значит, динамик. Сейчас мы послушаем, как он, значит, говорит. И здесь у нас появился микрофон. То есть вы можете, едя за рулём, либо где-то у вас в другом месте лежит смартфон, с них ответить. Как это выглядит? Давай-ка мне позвони прямо сейчас. И мы просто посмотрим, послушаем, как оно звучит. У меня выйти есть? Ну, можешь отойти в сторону и позвони мне. Ну-ка! Ого! Ого! Линия слышно? Нормально? Поговори что-нибудь. Ну, вот, собственно, вот так. Ну-ка, поговори что-нибудь. Здравствуйте, дорогие друзья! Подписчики нашего канала! Как рады мы вас всех видеть сегодня! Всё, хватит уже! Ну, в общем, вы слышали, да, как, собственно, эта штука работает, да? Бамс! То есть, кстати, ты мне один раз пропущен, у меня высветилось. То есть он сейчас пропущен в звонках. Ну, я понял, да, сбросила. Офигенно! То есть вы можете ехать за рулём, и он достаточно громко говорит. Ну, говорит, да, собеседник, передаёт. Нормально! Наконец-то! Аллилуйя! Это уже, по сути дела, смарт-часы. Почему я их считаю именно смарт-часами уже? Потому что, помимо, здесь ответ на звонок, да? Можно спокойно поговорить через них, да? Ну, симки, правда, нет. Это подключив к смартфону, да? К любому. Айфон, Андроид, по барабану абсолютно. У меня к айфону подсоединён. Отлично работает. Здесь ещё есть 3 гигабайта под ваши медиа-данные. Точнее, под музыку. То есть вы спокойно сюда закидываете свою музыку, подсоединяете ваши любимые наушники к этим смарт-часам, и вы можете идти на пробежку, я не знаю, на любые физические нагрузки, с вашими наушниками. И вам не нужно с собой таскать вот эти вот большие смартфоны, которые сейчас, в принципе, все большие. Вы не тащите его с собой. У вас на руке смарт-часы, как вот эти, да? Кстати, эти 28 стоят, а микрофон, ну точнее, есть, но только для голосового помощника, который у нас не работает. А здесь вот почему-то сделали. Почему здесь за 28 кусков не сделали? Ладно. Короче, вы эти надеваете на руку и побежали с вашими наушниками. Удобно! Это круто! Вы не тащите с собой вот этот здоровый смартфон где-то у вас. Особенно если летом в шортах, представляйся, бежишь, оно вот это постоянно поляшки. Дико бесит, раздражает. Про рабочие столы я, в принципе, рассказал вам, да? Да, ну здесь есть всё. И ПАИ, и ЧСС. То есть ПАИ это штука, которая отслеживает вашу физическую активность, ваш пульс. Вот это всё дело. И если вдруг какие-то отклонения у вас, значит, происходят. То есть там, допустим, всплеск какой-то, либо наоборот угасание. Они тебе стучат. Эй, чувак, у тебя там чё-то не то. Ну-ка проверься, у тебя... Ну то есть это анализатор такой. Но! Но! Убедительная просьба, ребята! Никогда не расценивайте вот такие девайсы, как какое-то медицинское там устройство, да? Медицинские смарт-часы. Нет, это смарт-часы, они это умеют приблизительно, но хорошо. То есть эта фишка здесь есть. Но опять-таки, серьёзно, прям в лоб это не нужно сравнивать с какими-то девайсами, которые являются действительно медицинским устройством. Ага. Здесь также есть, как я уже сказал, пульсометр, датчик вашего кислорода в крови. У них есть влагозащита, есть куча всяких различных фитнес-нагрузок, да? Там очень их много. И так как здесь есть защита от воды, спокойняк, то есть это не то, что там от воды, здесь есть защита от погружения в воду. Следовательно, здесь режим есть плавания. Это тем, кто любит поплавать со смарт-часами, пожалуйста, здесь это всё есть в лёгкую. Также здесь есть, опять же, тот же анализатор вашего сна. То есть это сон неглубокий, это сон глубокий, это сон быстрый, так называемый. Самый, как раз, для нас полезный этот сон, да? И есть же ещё такая фишка появилась, как качество дыхания во время сна. Как это работает, я фиг знает, вот абсолютно. Но это здесь тоже появилось. Естественно, со временем я буду их юзать и потом уже в обзоре я расскажу. Вот пока по первой распаковке впечатлениями это просто пушка. Вот пока это всё вот напичкано. Потом будем проверять, как это работает. Но во сне, на самом деле, я не знаю, как я дышу. Плохо? Хорошо? Храплю, наверное, да? Можно я не буду отвечать на этот вопрос? Ладно, пропускаем. В приложении у нас показывается процент, насколько они заряжены. Также это магазин, я не знаю, почему называется магазин, но ладно. Здесь вот эти самые Watch Face, да? Их опять-таки по ориентинговой таблице как-то разделяют различные юзеры, да? То есть есть артистники Creative различные, да? Эксайзер Хелс, Сидера, Традиционал и Классик. То есть дохерища всяких, значит, Watch Face'ов. Да ёбаная фон! Блин! Наконец-то нажалось. Так вот, упоминание и... Уведомление и напоминание есть. То есть в приложении различных приходится на русском, можно читать всё спокойно. Вибрация. Кстати, вибрация здесь поприкольнее, нежели в первых GTS'ках. Мне она больше зашла здесь. Мониторинг здоровья. То, что я уже сказал. Настройки часов. И здесь вот как раз-таки то подключение, значит, при звонке. Нужно просто-напросто в самих смарт-часах зайти вот так вот в приложуху. Значит, вот так вот. Бэмс. Стоять. Вот так вот промотали. Настройки. Сети подключения. Блютуз. И здесь вот iPhone Илья, но я уже подключился. Это нужно для того, чтобы просто совершать звонки, да? То есть в них. Они, в принципе, подсоединяются и так уже. То есть для того, чтобы их засинкронизировать с приложением. Но дополнительно для звонков, чтобы совершать звонки, нужно ещё допом всё это сделать. Но, по сути дела, здесь это всё есть. То есть это всё можно настраивать, да? Автоматические заблокировки, значит, у вас браслета. То есть это при поднятии. Можно включить Always-On Display и тому подобное, да? То есть дисплей... Всегда включённый дисплей. И это всё, опять-таки, как я и сказал, можно по расписанию сделать. Фишка удобная, но готовьтесь к тому, что на процентов 25, может быть 20 будет батарейка сжираться быстрее. Потому что экран у нас постоянно активный. И, по сути дела, вот сейчас я посмотрел вот здесь разницу между первыми GTS и вторыми. Скачок просто охеренный. Вот серьёзно, огромный скачок. И если бы, блин, не курс... Серьёзно, эти бы смарт-часы стоили бы ровно столько же, сколько стоили... Сколько? Два или полтора года первые. Сейчас, к сожалению, там 12-13 тысяч будут стоить. Это, да, не маленькие деньги, я согласен с вами. Но и небольшие для смарт-часов. Это уже реальные смарт-часы. Которые по внешнему виду классные. И они вроде бы уже добрались до стратосов. И можно с них звонить. И к ним можно, хотя стратосов не знаю можно или нет. Ну, собственно, вот в этих можно совершать звонки. Можно слушать с них музыку, подключив, пожалуйста, ваши наушники. Всё отслеживание. Всё, пожалуйста. Нормальная батарейка. Хороший AMOLED-экран. Это, по сути дела, бафнутая первая версия, которая мне очень нравилась. Но теперь, с совершением звонков, с возможностью залить сюда музыку и тры-ры-ры и восемь дыр. Здесь вот эти часы. Просто убийцы сейчас. И те, кто там вот именно фапает с внешнего вида таких же самых Apple Watch. Вот это вообще офигенно. Причём работает это как с Android, так и с iOS-системой. Без разницы. И мне нравится, что здесь вот этот тот скосик. Знаете почему? Потому что вот этими я свитером цеплял петли просто немоверно. Смотрите. Здесь вот такой вот он. Видите, да? Цепляется прям ногтём. Здесь этого ты не сделаешь. То есть вон. Вот это они классно продумали. То есть вот здесь, вот здесь реально видна работа мозга. Работа и отклик от зрителей и потребителей, которые хотят от Amazfit. Вот здесь, ребят, ну недавно я распаковывал эту штуку. Этого нет. Здесь выпустили просто ради того, что у нас есть сгибаемый, да? Экран окей, у нас есть. Но вот эти напичканей больше и красивше. Вот здесь чувствуется мозги, когда их делали. Здесь нет. Вот эти рекомендую. Охрененные смарт-часы. И теперь я, собственно, базара нет. Я теперь на них перехожу. Потому что я ждал, я ждал, когда наконец-таки Сяоми, товарищ Амазфит, сделают годные часы. Что думаешь ты относительно данных часов? Пиши в комментах под этим видео. Пока! Охрененные! Просто бомба! NFC нету? Нет, NFC нет, да. Так а тех нет, NFC за 28, а здесь пожалуйста. Бля, бомба! Фишка, пушка, гонка, игровая видеокарта. 4 гига, 4 ядра. Ты выключил уже? Слушай, ну ты тут прям красивый, да? Ну и какие красивые! Очень хорошие, а! Дашь? А чё старые, чё не умеешь? Надо мне просто тестировать, буду смотреть. И вообще нафиг они тебе нужны. А я как тебе звонить? Не будешь ты ничего звонить. Тебе некому звонить. Я к тебе подскажешь, а ты будешь что? Ничего не знаешь. Ничего не знаешь, я сказал. А давай! Я тебе такой скажу. Ах ты знаешь, я их нафиг не собираю. Ну и загорыжи, и какие же капитаны тебе? Ага! Трубинь. Трубинь. Эта ноль. Трубинь. Трубинь. Ага!